здравствуйте дорогие друзья заканчивается недельная глава у нас очень много тем давайте быстренько пробежим их первое некоторые эпизоды еще два слова жертвоприношения ицхака в последний момент появился ангел и говорит авраму не делай ничего твоему сыну не причиняя никакого вреда и как отмечает рэба издинова он говорит когда надо было взять ицхака на заклане сам всевышний велел авраму сделать это возьми сына своего о том чтобы испытание было прекращено и что не надо этого делать уже говорит ангел аврам это услышал от ангела сказанное учит нас очень интересные вещи точнее правилу жизни единственный кто может дать нам указание сделать другому человеку неприятность страдания или боль это только если бог тебе сказал а чтобы оправдать человека надо выслушать любого даже ангела обычного шутка так об обрезании и спасение лота давайте еще два слова когда рабе шломок плюгер выступал вступал на пост раввина в городе броды он его пригласили быть сандаком который держит ребенка на обрезании прибыв на эту церемонию он узнал что отец ребенка безнадежно болен и сейчас наступили его последние часы и в этом городе с давних времен было принято ждать несколько часов в таком случае чтобы если ребенок умрет сразу назвать сына его именем услышав такое рабе шломок наперекор этому обычаю велел немедленно делать обрезание и так поступили ребенок был обрезан и к великому удивлению всего города значит отец умирающий остался жив и стал поправляться и вообще через пару недель уже гулял начались разговоры в городе что удивительно раввин проявил какое-то невероятное чудо узнав об этих разговоров рам шломок сказал нет никакого чуда не было я видел срочно делать обрезание на основании объяснения раши касающегося спасения лота племянника авраама как рассказывает тора аврааму после совершения обрядами бритмила пришли три ангела и все не были под видом пултников один из них сообщила саре что у него родится сын второй должен был разрушить с дома и амуру а третий вылечить авраама после обрезания а затем пойти спасать лота может возникнуть такой вопрос для чего надо возлагать на третьего ангела два поручения разве мало ангелов у всевышнего написано что один ангел делает одну задачу да почему не послать специального ангела для спасения лота дело в том что у лота не было достаточно заслуг чтобы ради него командировать ангелом поэтому его спасение произошло как бы заодно с теми же ангелом который вылечил авраама на этом основании мне стало ясно сказал рав что как поступить в этом случае узнав о безнадежном положении отца ребенка я понял что в данный момент небесный суд разбирает его судьбу по всей вероятности у него нет достаточно заслуг чтобы ради него спасали ангела из лечения поэтому я принял решение как можно быстрее завершить совершить обряд обрезания на которой как известно что мы знаем приходит порок лияву который заодно и вылечит отца ребенка видно так и произошло третью историю расскажу об испытании авраама сказано аврааму иди со своей земли сейчас очень многие люди ушли своих мест и так далее вот в начале второй мировой войны из рафбриском зеф соловейчиком находился в обстреливаемой варшаве зашли фашисты потом начались преследование евреев арабию чудом удалось спасти он перешли в вильнюс в вильнюсе поручил разрешение чудом опять же на выезд в израиль и вот один ученик зашел к нему и видит что он сидит подперев голову руками и сам собой разговаривает и говорит рамбам объясняет из знания авраама как первое из испытания иди со своей земли из дома отца твоего который я тебе укажу непонятно ведь это были даны очень высокие обещания богом он склад сделаю тебя народом великим благословлю возвеличу там и так далее что тогда трудного такого в том чтобы идти навстречу всем этим благословением и рамб говорит себе сам сидит рассуждать это доказывает что изгнание остается тяжелейшим изгнанием да даже если мы идем к светлому безмятежному будущему ученик решил выскать свое мнение говорит а в данном случае это когда когда оставляют дом в час покоя мира а когда дом горит когда немцы оккупировали близко на никто не знает что будут завтра и все бегут и так далее рамб сказал ошибаешься даже в этом случае это огромное испытание мы находим у пророка или мере что он восхваляет еврейский народ от имени бога каким образом так сказал всесильный помню о твоей благосленности ко мне во времена юности астранстве по твоей по пустыне дам что здесь похвального они были евреи были в египте в доме рабства их изгнуряли тяжелой работой с глиной с кирпичами бросали младенца в реку убивали то есть они согласились и убежать в пустыне что тут такого и раб сказал нет ничего тяжелее чем расстаться с домом даже если там трудно и невыносимо и тяжело не очень тяжело перебраться в другое место даже если тебя там ждет большая удача и недаром отмечает мидраж танхума в великих лиха что это испытание подобно испытанию принесению в жертву айцхака здесь сказано иди со своей земли а там иди в землю море и принеси там жертву и говорит талмуд что и знание искупает грех и в сэфер ахинут написано что страдание от изгнания почти равносильно страданию от смерти поэтому такое наказание назначено тому кто убил по ошибке изгонялся если вы помните в город убежище тора вечно и уроки вечно есть и знание страны в страну если с города в город в городах убежище кто-то убил изгонялся в другой квартал осужденное на изгнание исполняет свою обязанность всегда может быть поэтому так все и произошло что накопились грехи и другого выхода не было может быть так может быть нет но во всяком